И снова здравствуйте, дорогие гости! Вы опять присутствуете на канале Абориген 65. И с вами тоже, что и в прошлый раз, Мещеряков Виктор Викторович. Сегодня мы поговорим об очередном японском, так скажем, инструменте. В данном случае не о рубанках, как многие из вас надеются. Но дело в том, что о рубанках не говорил разве что ленивый в интернете. Это именно как раз я и есть, я о них поговорю позднее. Это будет достаточно подробный рассказ. А сейчас мы поговорим с вами об измерительном инструменте. Вот японском. Сейчас из него вот здесь у нас представлено на заднем плане. Но наиболее подробно мы поговорим о истинно японском инструменте. Называется оно сащиганы. Итак, приступим. Ну, начнем мы не с чисто японского инструмента, а с, так скажем, инструмента, сделанного в Японии. Почему я его рекомендую, если есть возможность купить? Я практически обновил себе весь европейский, так скажем, китайский инструмент на японские аналоги. Ну, например, вот эта вот метровая линейка. Толщина этой линейки полтора миллиметра. Вот это вот 1,3 миллиметра. Если мы возьмем стандартную, так скажем, европейско-китайскую линейку, это очень хорошая линейка. Видите, она у меня вся в работе, вся уделанная клеем и прочими морилками. Обратите внимание на металл. Ну, во-первых, она тоньше, почти вдвое. И удобство чтения на таком блестящем металле намного меньше, чем вот на этом, не знаю из чего оно сделано. Это вроде бы та же нержавейка, один из видов. Но он намного удобнее для чтения. Ну, и плюс то, что толстый материал изготовления намного удобен в работе. Ну, дальше стандартный, знакомый нам по европейским вариантам ярунок, или ярунок, как в некоторых местах называют, везде по-разному. Малко, стандартный угольник, транспортир. Но здесь ничего такого великого нету. Они работают так же, как и обыкновенные наши. С ними удобно работать, можно поставить. Можно отмерять как с внешней стороны линейки, так и от внутренней стороны от угла. Это очень удобная функция, но она присутствует и на многих вариантах европейского инструмента. Чуть более японский из этого инструмента вот эти вот два приспособления. Этот угольник удобен тем, что его, во-первых, можно плотно приложить. Чертится прямой угол и под 45, без проблем. При необходимости можно выяснить вертикальность какого-либо соединения. Я этим постоянно пользуюсь. Очень удобно. Плюс, можно отсчитать, сколько сантиметров от поверхности до необходимой нам точки. Также интересный угольничек. Вот такой. Он очень удобен, когда нам нужно прочертить одновременно обе стороны. Бруска, например, какого-нибудь. Без того, чтобы ловить, где мы там остановились. Ставить карандаш. Попадать, не попадать. А здесь все четко получается. Причем, здесь отмечено расстояние от поверхности до вот этого края. 15 миллиметров. Что такое 15 миллиметров? 15 миллиметров это практически половина от японской единицы измерения СУН. Что это за единицы мы уже будем разбирать, когда перейдем на истинно японские инструменты. Итак, условно-японские инструменты, которые присутствуют и в Японии, и за границей. Ну, начнем вот с этого инструментика. Называется он томегата джоги. По-русски ярунок или ярунок. Но традиционно его не делали из металла. Только сейчас начали делать. Традиционно его делали из дерева. Вот у меня вариант, который я использовал при изготовлении Кумико. Такой же самый, только здесь угол не 45 градусов, а 60, который мне нужен был для этой работы. Следующий интересный инструмент называется он СУКОЯ. Так же, как и вот этот. Так же, как и стандартный европейский инструмент СУКОЯ. Это транскрипция, так скажем, японская от Combination Square. Честно говоря, я не очень люблю комбинированные угольники европейские. Потому что, как бы ты ни делал, все равно у него есть какой-то вариант свободы, качания. Даже если он хорошо сделан. Это хороший, в принципе, американский угольник. Я его брал лет 20 назад на Аляске. И с тех пор он у меня работал, в принципе, неплохо. Но доверие он все время как-то внутреннего не вызывал. Все время казалось, что что-то в нем не так. Хотя, в принципе, он вполне рабочий инструмент. Японцы сделали на его основе вот такой вот СУКОЯ. Чем он удобен по сравнению с традиционным вариантом? Этот угольник удобен тем, что его, во-первых, можно плотно приложить. Чертится прямой угол и под 45 без проблем. При необходимости можно выяснить вертикальность какого-либо соединения. Я этим постоянно пользуюсь. Очень удобно. Плюс можно отсчитать, сколько сантиметров от поверхности до необходимой нам точки. Также интересный угольничек. Вот такой. Он очень удобен, когда нам нужно прочертить одновременно обе стороны. Бруска, например, какого-нибудь. Без того, чтобы ловить, где мы там остановились. Ставить карандаш. Попадать, не попадать. А здесь все четко получается. Причем здесь отмечено расстояние от поверхности до вот этого края. 15 миллиметров. Что такое 15 миллиметров? 15 миллиметров это практически половина от японской единицы измерения СУН. Что это за единицы мы уже будем разбирать, когда перейдем на истинно японские инструменты. Ну вот сейчас перед нами действительно японский инструмент, сделанный в Японии, который используется только в Японии или в большей части в Японии. Итак, начнем вот с этой линеечки. Линеечка по-японски называется джоги. Традиционно это бамбуковая линеечка, которая разбита на деление. Вот это вот крупное деление называется щакку. Поменьше деление будет называться бул. Здесь еще не нарисовано, но вот тут можно посмотреть. Более мелкие деления. Называется рин. Ну и в обратную сторону на увеличение следующее. Ну, вниз идет десятичная система. В одном СУНе будет 10 бул. В одном бул будет 10 рин. А вот дальше, от СУНа до ЩАКУ. ЩАКУ это 10 СУН. Десятиричная, а вот уже от ЩАКУ и дальше идет шестеричная система. 6 ЩАКУ это будет КЭН. Чем он нам интересен? Меня спрашивали про размеры татами как-то раз. Размер татами 1 КЭН в длину и половина КЭНа, соответственно, 3 ЩАКУ в ширину. Два КЭНа образуют единицу измерения, в смысле, два татами, образуют единицу измерения площади помещений в Японии, который измеряется в ЦУБО. ЦУБО это два татами, положенные один к другому длинными сторонами. Это что касается чисто японских единиц измерения. Но деревянная линейка это практически такая же, как вот наша стандартная, кем-то еще из людей помнящая ее, как выглядит деревянная линеечка. Грамотные люди слышали о розетском камне, на котором была надпись на трех языках и помогла расшифровать египетские иероглифы. А вот у меня такая вот розетская линеечка есть, на которой тоже на трех единицах измерения надписи. С лицевой стороны у меня идут сантиметры и японские СУНЫ и ЩАКУ. С обратной стороны идут дюймы. Вот если мы возьмем какой-нибудь, ну давайте для ровного расчета 10 дюймов, переворачиваем, у нас получается 25 с копейками сантиметров или 8 СУН и где-то тут 4 БУ. Вот такая вот размировочка. Если мы пойдем дальше, на цифре 10, где у нас цифра 10, вот это у нас будет 1 ЩАКУ, но до следующего единицы измерения нам здесь не хватит. Ну, примерно понятно, как это выглядит. Прежде чем перейти к САЩИГАНЕ, я остановлюсь вот на этом изделии. Это более старый вариант. Я его нашел случайно абсолютно в ящичке со всяким барахлом в Японии. А это вариант, который я покупал в магазине и достаточно много им пользовался. Что это за инструмент? Называется инструмент этот ОСААДДЖОГИ. Ну, джоги линейка, соответственно. В принципе, подобный инструмент существует и в европейском варианте. Вот я промял палочки, и по ним можно очертить необходимый профиль. В основном полукруговый профиль. Вот здесь, если посмотреть, очень-очень тоненькие, толщиной меньше миллиметра, где-то в полмиллиметра. Пластиночки бамбуковые, которые имеют центральную прокрашенную пластиночку для удобства разметки от середины. Ну, и, соответственно, если мы возьмем окружность, круг, выставим это приспособление. Аккуратненько его пробьем. И мы получим ту форму, которая у нас есть. Это применяется как для круглых бревен в Японии, так и для остановки фундаментных брусов на фундаментные блоки. Потому что фундамент, как правило, это просто врытые в землю или стоящие на земле камни. И так, потихонечку мы приблизились к цели нашего, так скажем, рассказа. Это к знаменитой японской Сащагане. Уберем лишнее, чтобы не мешалось нам. Вот вы видите метрических две и две в традиционной японской системе Сунщаку. И одна очень старенький обломочек от Сащагане 19 века уже. Еще, так скажем. Вроде бы они одинаковые абсолютно. Тут сантиметры, тут сантиметры. Но это абсолютно две разных линеечки. Чем они отличаются, мы постепенно разберемся. Итак, для чего сделана Сащагане? У Сащагане очень интересная форма поперечного сечения. Вот если я не смогу так увеличить, так чтобы было видно. Поэтому я вам нарисовал профиль. Для чего сделан этот профиль? Это вот у новых вариантов Сащагане. А вот такой вот вариант у старых, предыдущего, так скажем, поколения. Вот у этого в частности. Люди с инженерным образованием сразу же опознают родную для них чертежную линейку для туши. По которой рисовали, всевозможные там, рисфейлерами и просто тушью. Почему? Она позволяет... Ну, вот ее профиль. Она позволяет провести линию, которая не потянет за собой тушь дальше на изделие. Старые варианты Сащагане делались традиционно из бронзы. Так как бронзовый материал достаточно мягкий, хотя и гибкий, здесь использовалась специальная такая вставочка. Если присмотреться, ее видно. Она отличается. Она металлическая. Каким-то чудесным способом кузнечной сварки этот кусок железа припаян, приварен к бронзовому основанию. Она с двух сторон одинаковая. Называется эта штучка сумицко. Для чего она нужна? Бронзомягкий металл. И когда у нас происходит изменение этого металла, нам нужно корректировать угол, чтобы он был 90 градусов. Для этого уголочек этот стабилен. А вот здесь чуть повыше можно тюкнуть керном. Тогда угол чуть-чуть разойдется на доле градуса. Вернее, если с этой стороны тюкнуть керном, он разойдется. А если с этой стороны, он, наоборот, немножечко сожмется. И этим способом можно корректировать. Вот здесь следов корректировки я не вижу. Но если мы посмотрим, приставим стандартный угольничек. Сейчас мы проверим. Ну, угольник показывает, что у нас здесь 90 градусов здесь, и 90 градусов по внешней стороне. Значит, за последние 100 лет точность его упала не сильно. В 20 веке материал для Сащегане в основном использовался нержавейка, а также так называемый Джоман Силва, немецкое серебро. Вот этот товарищ как раз сделан из этого самого Джоман Силва. Это сталь с добавлением цинка и никеля. По пропорциям ничего не скажу. Я не специалист в этом деле. Но, видите, цвет отличается. Нержавейка обычная и вот этот товарищ Джоман Силвар. Кстати, он значительно тоньше получается, чем стандартная Сащегане. Но это самый красивый и самый удобный из тех, что у меня есть в японских единицах измерения. Ну, давайте посмотрим, чтобы нам не упоминать в Суе Суны, Щяку и прочие единицы измерения. Возьмем наши родные арабские цифры. Итак, возьмем вот эту вот европизированную Сащегане. Так же, как и все родные японские, она состоит из лицевой стороны, омотэ. Как определяется, какая сторона лицевая? Ну, с какой стороны в Японии пишут? Справа налево. Хотя на самом деле они пишут и слева направо, и справа налево, и сверху вниз. Вот только снизу вверх не пишут. Но так уж принято, что если мы отмеряем справа налево, то это лицевая сторона. Соответственно, эта сторона, привычная нам, условно скажем, европейцам, будет являться ураме. И, соответственно, внутренняя сторона, обратная сторона. И у лицей инструмента всегда есть две стороны. Длинная и короткая. Длинная сторона так и называется. Нага-Т, длинная рука. Ну и короткая сторона называется ЦУМА-Т. Соответственно, уже не длинная сторона. Стандартная длина инструмента это 8 сун по короткой стороне и 16,5 сун по длинной стороне. Ну, получается как один к двум. Здесь у нас ничего особо интересного. Измерения идут с внешней стороны. Ширина вот этого линейки всегда 15 с долями миллиметров. Это 6 бу или половина суна. Можно измерять по внутренней стороне, если приглядеться. Но тут нужно откидывать 1,5 сантиметра. И можно мерить по внутренней стороне также. Если мы перевернем, здесь будет абсолютно то же самое, но с небольшим вот таким дополненницем. Мы можем с помощью вот этого уголочка измерить какой-либо предмет, внутреннюю его часть. Ну, например, есть у нас некое отверстие или гнездо, которое мы должны замерить. Опускаем туда и получаем в данном случае 6 сантиметров. Теперь перейдем ко второму варианту. Этой же нашей условно-европейской сащеганы. Здесь вы видите то же самое, что и было раньше. А вот перевернув ее, мы попадаем к каким-то очень непонятным единицам измерения. Причем по стороне короткой ЦУМАТЭ, вот если мы посмотрим, тут у нас 10 и тут у нас 10 единиц измерения, те же самые. А вот здесь у нас два разных варианта. И тут подписано, вот здесь написано МАРУМЭ, а здесь написано КАКУМЭ. Ну, по внешней стороне длинного плеча у нас будет КАКУМЭ, по внутренней стороне у нас будет МАРУМЭ. Они абсолютно не совпадают. Вот здесь, например, 15, а с этой стороны у нас получается 21. Вообще непонятно, что такое. Будем разбираться. Итак, по длинной стороне у нас те же самые сантиметры, что и изнутри, просто умноженные на корень квадратный из двух. Это 1 целая, ну и грубо говоря, 1 четвертая, там куча других единиц в периоде. Нет, вернее, 1 целая, 1,4, 1,4, где-то вот так вот. А, еще и двоечки там в конце. Для чего это нужна, эта сторона? И откуда она взялась? Если мы возьмем 10 сантиметров здесь и 10 сантиметров здесь, проведем между ними линию. Вот эта вот линия как раз будет 10 сантиметров с этой стороны. Соответственно, два катета прямоугольного треугольника, а это равностороннего, да, прямоугольного треугольника, а это и гипотенуза. Для чего это нужно? Это нужно для измерения, так скажем, какой максимально большой брус может получиться из бревна. Я покажу, как это делается. Теперь посмотрим, что у нас с этой стороны. Явно мельче. Сантиметры здесь, ну вот это вот получается вот, маленький, видите, это такой сантиметр остается. Откуда он взялся? Это мы берем тот же самый наш сантиметр, только в этом случае делим его на 3,14. Если кто вдруг случайно забыл, в чем я сомневаюсь, это число π. Для чего он нам нужен? Это нам нужно для того, чтобы определять длину окружности. Японцы очень часто, японские плотники очень часто работают с кругами и окружностями, поэтому это им необходимо. Соответственно, называется маруме, соответственно, круглая, круглая работа с круглыми предметами. Вот этот вариант сачигане, он является плотницким, тогда как вот этот вариант является столярным, потому что столяра этими единицами просто не пользуются. Им они не нужны. А как ими пользуются плотники, я вам сейчас покажу. Вот у нас условно бревно. Японские кипарисы, они достаточно равномерные по толщине. В центральной части, в первом, втором срезе они достаточно равномерные. Ну вот даже пускай оно будет вот такое вот кривое, без разницы. Мы берем вот сторону обратной, с обратной стороны, вот это вот как уме, и измеряем диаметр в самом узком месте. Измерили, ну вот здесь получается 14. Для простоты японцы и ту сторону, и эту сторону считают теми же самыми единицами. Ну, например, сунами. Там просто сун, а тут урамену сун. Тоже самый сун, чтобы проще было. Потому что как мы назовем это чего? Не сантиметры, не дециметры, ну не важно что, единицы измерения. И так получается 14. Как мы узнаем, какое у нас самое большое бревно получится, мы переворачиваем на обратную сторону. Берем 14 сантиметров, здесь отмечаем, и здесь 14 сантиметров. И делаем так, чтобы у нас три точки, угол, здесь 14 и здесь 14 совпали. И просто-напросто проводим линию. Итак, один угол у нас есть. Переворачиваем, так, чтобы не поместилось все. И совмещаем то же самое здесь. Итак, мы имеем максимального размера брус, который получается из этого бревна. А теперь, после таких точных измерений, берем топор, что-нибудь типа массакари, и обтесываем нафиг вот эти вот углы, чтобы у нас получился аккуратненький, ровный брус. Итак, с каком мы разобрались стороной, теперь посмотрим, что у нас делает вот эта вот маруме. Итак, что мы делаем? Вот у нас есть, условно скажем, бревно, такое облегченное, типа ленинского, субботникового. Надо измерить диаметр. Но вот так вот диаметр замерить не получится. Мы берем один сащигане, берем другой сащигане, и смотрим, сколько у нас вышло. А вышло у нас в данном случае 30... Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Тридцать шесть. Тридцать шесть маленьких сантиметров со стороны маруме. А сейчас проверим. Мы переворачиваем на нормальную сторону. Вот у меня отметочка. Вот я ставлю ее на начало. И начинаю катить вдоль, пока она не остановится. Вот она у нас остановилась. И что мы видим? Мы видим 36 сантиметров. Как и требовалось нам получить. Что еще можно сделать с этим сащигане? Например, есть у нас стандартный квадратный брусок. Или брус. Нам из него нужно сделать правильный восьмигранник. Мне достаточно часто приходится это делать. Например, когда я оболваниваю брусок для работы на токарном. Чтобы не точить лишнее. Сколько я не пытался делать это на глаз. Или там по сантиметру. Не выходит. Есть способ сделать восьмигранник с помощью обычной линейки. Но он немножечко длинноват. А здесь делается намного проще. Итак. Мы берем сащигане в нормальную ее сторону. И измеряем сторону. У нас получилось 13 сантиметров. Что мы делаем? Переворачиваем сащигане на обратную сторону. Та, которая у нас называется какуме. Берем 13 сантиметров. Делим их пополам. Сколько у нас там получается? 13 пополам. 6 с половиной. И от угла, отсюда, отмечаем 6 с половиной вот этих вот длинных сантиметров. 5, 6 и половинка. От одного угла то же самое отмечаем от другого угла. Те же самые 6 с половиной. Главное не ошибиться в расчетах. Сейчас я быстренько сделаю все остальные стороны и соединю их. Ну вот я быстренько начертил. Меряем сторону. Проще мерить, конечно, длинными квадратиками. Получается 4. И здесь у нас тоже 4. Ну, в привычных нам сантиметрах это будет 5 целых где-то 4 десятых сантиметра. И вот такой получается правильный восьмигранник. Выходит легко и просто. Для чего еще можно использовать это сащегане? Почему так любят японские плотники? Вот, например, один из вариантов Факуо Цуги в разборе. Если мы посмотрим, ширина всех основных размеров взята по ширине линейки. не заморачиваясь с измерением там 15 миллиметров берется чертится с одной стороны и с другой стороны. И мы получаем половину Суна или 5 Бу который очень удобен для создания размеров. Чтобы лишний раз не напрягать, не забивать голову математикой. Разумеется, сащегане можно использовать как обычный угольник. Например, для вывода угла 45 градусов. Когда 10 ставится здесь, 10 здесь и отмечается. Также он очень удобен, когда мы делаем линии, проводим на какой-то достаточно большой поверхности. Неудобно прижимать тут пальцем, смотреть чего-то там, рисовать. Подвел. Он достаточно гибкий. Я придавил в одном месте и провел так, как мне нужно. Можно пододвинуть куда-то. Кроме этого, очень удобно проводить различные кривые. Естественно, когда это не нужно не четко какой-то радиус, а просто достаточно аккуратное искривление. Поставил и обвел. И получается достаточно ровная кривая. Также мы можем сделать традиционную разметку. Например, нужно нам поделить пополам. Это всем известный в принципе способ, когда расстояние неудобно делится, ширина. Например, берем, откладываем на из КС-10, ставим отметку на 5 здесь. То же самое делаем с этой стороны отметку на 5 и потом проводим срединную линию. Сейчас срединная линия в Японии это наше все. Для чего еще можно использовать Сащагане? Ну, например, стандартная ситуация. У нас есть два, например, выступа. Ну, пусть будет дверного косяка, и нам нужно подогнать под него подложку. Вот у нас есть рейка, а измерить мы ничего не можем, потому что здесь, например, глухое или стена стоит, линейку сюда не подсунешь, можно, конечно, две линейки как-то двигать туда-сюда, а можно сделать проще. Первое, отрезаем край здесь. Ну, если у вас есть готовый, пускай остается готовым, а здесь, например, у нас прямой угол, хотя он может быть любым кривым углом. Что мы делаем с этой стороны? Для начала мы отбиваем под прямым углом вот эту точку сюда. Вот, пусть будет линия. Теперь прикладываем линейку вдоль со щеганой нашу. Вот так вот где-то ставим, ну, примерно посерединке, не суть важна. И проводим линию. Теперь переворачиваем линеечку и нам нужно совместить вот эту точку с этой линией здесь и здесь, чтобы получился прямой угол. Вот, и так вот поставил. Ну, и, соответственно, его продлить. Пилить бумагу мы не будем. возьмем ножницы и посмотрим какой получился у нас результат. Прикладываем и у нас вошло плотно, так что в естественных условиях пришлось подгонять молоточком. Вот я рассказал обо всех вариантах, которые можно делать со щеганой, кроме того, как им работают как угольником. Вот, смотрите. Мы длинную сторону, смотрите, как она длинная. Мы можем убрать все неровности, какие тут у нас есть, выставить наиболее прямое, практически как фуганочный вариант. провести линию можно с одной стороны, можно с другой стороны. Сразу же у нас будет разметка 15 миллиметров. Чтобы не было вопросов о том, сколько же точно вот этот самый японский Исун, это получается 3,33 миллиметра. Если мы приложим нашу линейку, вот например на расстоянии 10 сантиметров, вот 10 сантиметров получается 3 и почти 3,10 суна. 3 суна и 3 бу. Да? Так и получается. вот это вот сащигане, которая традиционно японская, сделанная из так называемого немецкого серебра, имеет одно очень серьезное отличие, которое не сразу и разглядишь. Это нужно очень внимательно смотреть. здесь стоят 8 ну как принято говорить у неграмотных иероглифов, а грамотно они называются канжи. Они очень маленькие, но поверьте мне на слово они тут присутствуют. У них очень забавное значение. они стоят на каждом промежутке, их 8 штук. Итак, первое означает имущество сай, следующий ямаи болезнь, нан действие, ги долг, кан чиновник, ко долгая жизнь, гаи ущерб, йоще удача. Причем все эти канжи, ну как правило, как самостоятельные слова уже тысячу лет не используются, только в составе других слов. Эта вся система осталась от 8 века нашей эры, когда Сащагане появилась первоначально из Китая. И это вариант китайского гадания. Как оно работает, честно говоря, мне никто объяснить не смог. Знатоков видимо мало, я с ними не удалось пообщаться. Но есть еще один нюансик, который также с китайских времен сохранился и присутствует на всех Сащагане, кто бы их не делал. Что же это? Вот возьмем вот эту Сащагане и посмотрим на ее уголочек. Вы здесь видите крысу. Если мы посмотрим сюда, но тут даже слепому видно, что это дракон. Если мы возьмем вот эту сантиметровую, то здесь в уголочке у нас змея это не клеймо мастера. Это просто опять же старая китайская традиция. Каждый цикл года змеи, дракона, собаки, свиньи и так далее он отмечается как дата изготовления Сащагане. Вот такая историческая традиция. Другая традиция это присутствие на ценном или интересном инструменте, в частности на суми цубо, знака журавля и знака черепахи. Пожелание счастья, удачи, долгой жизни и прочего прочего. Ну вот дорогие гости, мы закончили рассказ о этом замечательном инструменте Сащагане. Раз вы досмотрели этот достаточно подробный ролик до конца, я решил немножко побольше рассказать, чем я рассказывал про стамески и пропилы, потому что про них будет тут вложение, а по инструменту измерительному это конечное. Нам останется только из измерительного японской разметочной рейсмуса кибики, разметочной ножи и суми цубо, которым работают а также суми саще, палочки разметочные для туши, которыми я как раз показывал различные японские линейки. А так как мы досмотрели все-таки до конца, я хотел вас спросить кое-что. Вы практически являетесь моими постоянными видимо зрителями. У меня есть масса других вариантов видео, которые можно сделать, потому что японская столярка это не то, чем я живу, это то, чем я занимаюсь как хобби, то, что мне интересно. А занимаюсь я всевозможными вещами, типа, ну, например, изготовление оружия, ну, правда, уголовно ненаказуемо, потому что деревянное. Как же, например, бестатусных рогаток, сделанные по всем технологиям, которые я изучал 50 лет назад, всевозможные фигурки, вырезанные из дерева, такие вот нетски-образные товарищи, тоже, ну, или, например, вот такие вот 3D-статуэтки, выпиленные, потому что мне нравится делать все, особенно мне нравится токарить, и будет обязательно видео про мои 10 с лишним видов волчков, в частности, вот такого товарища, который крутится на пальце, а на столе категорически отказывается. Отсюда вопрос, уважаемые гости, а стоит ли мне это выкладывать на этом канале, или сделать какой-то отдельный, потому что придете вы посмотреть про рубанки, а тут вам, блин, волчки подсовывают, народ обидится и уйдет. вас и так у меня всего 100 человек, куда же мне терять то, что есть? Это не значит, что я послушаюсь то, что вы скажете, но выслушаю обязательно. Итак, бывайте здоровы, живите по возможности богато, до свидания. Редактор субтитров Корректор А. Корректор А. Корректор А. Корректор А. Корректор А.